Русский — это человек крайности. В Англии живут только богатые люди. Ты настоящий мужчина. Между первой и второй промежуток небольшой. Ты сто процентов уже русский. Я все-таки солнечный. Тебя полюбил русский зритель. Вовсе нет. Русский человек — это промасштаб. Это было еще прибрежнее. Американцы не эрудированные. Так, 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 так. Мы больше, кстати, пьем чай. Быть англичанином — это еще хуже. Денег нет. Хана. Джон Уоррен. США. Звездный телеведущий родился в Америке, но считает это главной своей ошибкой. Прожив 4 года в Штатах и 17 лет в Англии, Джон бросает себе вызов и переезжает в Россию, чтобы потом с уверенностью говорить «его дом именно здесь». За 32 года жизни в нашей стране иностранец научился уважать русских за умение верить в чудо и понял, кто такой настоящий русский мужик. Меня зовут Мария Шахова, это «Мы и они» на выставке. И сегодня у нас впервые проходит паблик-ток или открытое интервью, на котором гости смогут задать вопросы мне и нашему герою. А сегодняшний наш герой — достаточно известный иностранец, телеведущий, путешественник. Джон Уоррен. Аплодисменты, друзья. Спасибо, спасибо. Джон действительно этнический британец, который родился в Америке, потом вернулся... Это не моя вина. ...100% вернулся обратно в Британию, закончил университет и после этого переехал жить в Россию. Все правильно? Ну да, получается, что я 4 года жил в Америке, 17 жил в Великобритании и уже 32 живу в России. Поэтому какой я британец? Джон, ты переехал в Россию, когда тебе было 22 года, у тебя был паспорт, который фактически открывал тебе двери в любую страну, но ты решил приехать сюда, в Россию. Это были 90-е годы, непростые. Почему вообще ты принял такое решение? С 12 лет я начал учиться русскому, это было еще при Брежневе, когда применения этого русского языка, наверное, никакого. Но так получилось, что я окончил университет в 91-м году, в июле. В августе был путь, и для меня это реально было как будильник. То есть вот, вот теперь понятно, почему я изучал русский. Какой 22-летний мальчик не взял бы за шкуру вот эту возможность и поехал бы в Россию? Выглядит так сейчас, да, как будто я переехал специально, я знал, что я буду здесь 32 года. Нет, я вообще не собирался так. Но Россия, русские, они рано или поздно, они лазят под кожу, и вот это невозможно вылечиться, скажем так. Вот, и я этого не хочу, поэтому я очень рад. Недавно вышел фильм, достаточно нашумевший, «Слово пацана», который вышел при поддержке Института развития интернета. Вот как ты считаешь, это похоже на то, что реально происходило в стране? Очень большие дебаты в моем окружении. Надо это смотреть, не надо это смотреть. Честно, я это смотрю практически как документалка, потому что это и есть часть истории, все это понимают. Я это не проживал или поймал, может быть, самый-самый конец вот этого. Знаешь, очень часто гости моей программы, иностранцы, говорят о том, что самое главное и самое важное в России — это люди. Люди и настоящие человеческие отношения. Вот ты с этим согласен вообще? Я это называю глубина. Глубина людей. Откуда, оттуда, откуда я, все как-то поверхностное, мелочное, незначительное по формулировкам. И меня это не устраивает. Простой пример. Я понимаю четкую разницу между другом, товарищем, приятелем, знакомым, дружбаном. Я четко это понимаю. Я понимаю в эти ранние годы в России, что у меня друзей было мало, но я их, ну, как бы заслужил или заработал, и вот. А в Британии не так? Все поверхностно, все. Есть такое выражение по-английски «выщи-воши». Выщи-воши. То есть это как стиралку. Там все. Я, кстати, недавно столкнулась с выражением, что русский человек — это про масштаб. Про масштаб мыслей, эмоций, чувств. Я это называю всегда. Русский — это человек крайности. Он терпит крайности. Зимы здесь крайные, лета крайные, все как-то крайное. Отношение ко всему, может быть. Я это очень уважаю, потому что слишком много серого. Тут черно-белое. Все четко. К слову о крайностях. Один герой моего интервью, немец, сказал, «Я никак не понимаю русских. Вот они могут за день рождения взять и спустить последние деньги». Ну как так, говорит? То есть ты просыпаешься утром — классный праздник. Все довольны. А денег нет. Он говорит, «Я никак не могу понять. Ну как же так получается?» Джон, а есть у тебя что-то такое, что стало уже таким абсолютно своим? Баня, может быть. Ой, очень много. Я обожаю баню. 19-го, ровно там 5 минут 1-го, 19-го января, я нырял в купелье, в проруби. Я могу завтра уехать из России, но если кто-то хочет махать руку через порог, это не пойдет. Никак. Не могу. Ну точно так же, как между первой и второй, промежуток небольшой. Ну мне кажется, после проруби и вот этого выражения ты 100% уже русский. Здесь как бы можно не обсуждать. Когда ты только приехал сюда, в Россию, ты не сразу стал телеведущим и первое время занимался аграрным бизнесом. Ты работал в крупной компании. Вот расскажи, есть ли разница между тем, как ведут дела русские, американцы и англичане? Да, 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 большие разницы. Немножко я бы сказал в России с большим уважением, конечно, но хаотично ведут дела. Есть вот это слово стабильность, и я могу понять, что за 32 года в России, что если вот четко определить, вот это был год стабильности или нестабильности, то скорее всего зашкаливает уже нестабильность. И даже я бы сказал, чтобы быть англичанином в нестабильности, это еще хуже, потому что я никак не могу понять, потому что у меня был другой менталитет. Теперь у меня там все вот так. У меня были неплохие, в кавычках, английские качества. Пунктуальность. Разве это плохое качество? Да, бэби, пунктуальность. Русские опаздывают всегда. Я это принимаю. Я теперь вот уже как бы построил себе жизнь так, чтобы моя пунктуальность и постоянно опаздывать, они как бы сошлись на нет. Иногда английская чопорность, я никогда не понял, что это такое. Ну, чопорность это выражается, потому что у вас очень популярны Холмз и Шерлок Холмз и доктор Ватсон. И они очень чопорные, это я понимаю. Англичане немножко вот такие, но все равно это и есть. Иногда это хорошо. Мне кажется, что важнее, не то, что... Ну, мое образование, я был очень наглым, когда я окончил школу, потому что я учился в самой старой школе Англии. Ей в этом году 640 лет. Вот. И это потрясающее образование, которое готовит мальчиков, только мальчиков, к следующему этапу жизни. И я в этот момент, когда я окончил там, когда поступил в универ, я считал себя непобедимым. Вообще просто я такой крутой. Говорю на русском языке. Потому что это значит, что в России я могу быть кем угодно. Вот. И так и получилось. Я торговал зерном, экспортировал семечко. У меня был свой колбасный цех, я работал в банке. И только тогда меня пригласили на телек и говорили, ну, попробуй себя ведущим. А как ты считаешь, за что тебя полюбил русский зритель? Ну, если абсолютно честно, я искренний, я эмоциональный, не британский. Вот. Это то, что я приобрел. И, может быть, почему меня тянуло в Россию вот все возле этого времени. Потому что вот они похожи на меня. Или я на них похож. Потому что я верю. Клятвенно. Вот. И вы тоже верите. Клятвенно. И в сказки, и в Добро, и там, и Сусанин, и так далее. Вот ваши сказки, они до сих пор живут, потому что вы их верите. Для любого иностранца, говорящего по-русски, несложно. Вот раз в неделю выйти на телек, просто сказать, вау, как все здесь круто, как вы крутые. Но это несложно. Но я ушел, и это не то. Поэтому я задавал себе этот вопрос. Вроде как бы незаменимых нет, но я приложил к этой передаче изюминку. Вот хорошее русское слово. Изюминку, которая, может быть, ни у кого нет. Почему? Потому что я был искренне удивлен, искренне влюблен и неутомительный. То есть я никогда не не уставал от всего происходящего. Джон, а ты считаешь, что для нас, для русских людей самое главное это искренность или есть что-то еще? И есть немножко, может быть, сестра того брата глубины. Если ты глубокий человек, если ты требуешь от людей тоже такую глубокость, то искренность это важно, иначе все становится поверхностным. Я 10 раз лучше скажу, что и в кадре я это говорил много раз, но когда меня приносит какой-нибудь попробовать, я говорю дипломатично. А, вот, британцы очень дипломатичные могут быть иногда. Вот. Я со своей там британской дипломатией говорю, ну, на любителя. А потом я понял, что нет, лучше сказать просто один раз, это гадость, вот я это есть не могу. Джон, но при этом ты знаешь, на нашем телевидении большинство передач, особенно самых популярных телепередач, родом из Соединенных Штатов Америки. И мне вот интересно, почему мы все-таки не можем разрабатывать свои форматы, или какие бы форматы наших телепередач могли бы зайти на западную аудиторию. Безусловно, у нас из самых популярных наших российских телевизионных форматов это КВН. Вот КВНа больше нет нигде в мире. Почему? Непонятно. То ли шутить не умеют, то ли я не знаю. КВН, мне кажется, что это было бы интересно, но проблема вся в том, что вот не дадут. То есть русский КВН, у него нет будущего на западном телевизоре. я считаю, что один из главных оружием США это Голливуд, это их фильмы, киноиндустрии, потому что они такую чепуху там выпускают, и все это то же самое, что в Англии с музыкой. Ну, у нас с музыкой все нормально, это, пожалуй, единственное, чем можно похвастаться, или одно из тех, что можно похвастаться в Великобритании, что у нас очень крутой музон, потому что так получилось, что все говорят на английском языке, что если ты хочешь пробиться по музыке, ты должен петь на английском языке, да, вот, и белые розы, ну, не пойдет, молодежь в Англии не будет слушать белые розы. Ну, я здесь с тобой не соглашусь, недавно в тренды ТикТока ворвалась песня Катя Лель «Мой мармеладный», поэтому все, никто не понимал слов, но все радостно записывали эти видео. Частные случаи бывают. Вспышки, да. Джон, а что люди вообще в Британии, в Америке знают о России? Мои, мои родственники образованные, они в курсах, а все остальные какие-то, знаешь, основные моменты, которые пропаганда там диктует, что все здесь плохо, если смотреть Джеймс Бонд, господи, ну, это все вернулось, то есть у нас был какой-то момент, когда злодей был не русским, а теперь он русский, вот все вернулось на свое место, то есть если такое, есть goodies and baddies, да, вот baddies это всегда русский, но опять-таки это им нужна причина для всех своих бед. Джон, но я на самом деле решила выяснить, а что люди здесь в России вообще знают о Британии и о США. Для этого я пошла на выставку и пообщалась с людьми. Сейчас я включу видео, а ты нам расскажешь, что из этих стереотипов правда, а что вообще нет. Что вы знаете о Великобритании? Только богатые люди, что все дорого. Считается, что в Великобритании чайпорные и очень много пьют чай все время. Там большое ли поклонение семье королевской? Ну, простые люди, многие в Англии они одеваются очень вызывающе. Чудесная страна, считаю. Частенько пьют чай на завтрак, обед, ужин. Они любят овсянку на завтрак. Они довольно грустные, всегда ходят с плохим настроением. Англичане, даже когда ты с ними знаком, год, например, сложно, чтобы они себе полностью открылись. Ну, что скажешь? Что из этого правда, что ложь? Ну, овсянка, сэр, оно понятное, да? Ну, едите вы овсянку эту или нет, скажи нам уже наконец. Нет, ну, кто-то ест наверняка, но обобщать нет. Но это потому, что Шерлок, я помню, да, я знаю. Кто-то что-то сказал там. Поклонение королевской семье. да, да, То есть, прям поклоняете. Ну, опять-таки, вот, меняется ситуация. Вот, я дважды разговаривал с королевой, и с ее уходом царства небесные, очень многие сейчас изменятся, но популярность монархии в Англии это выше крыши. В Англии живут только богатые люди и все очень дорого. Нет, нет. Везде живут бедные люди, везде, к сожалению. И это тоже трогает абсолютно другой вопрос. А почему мы оказываемся как планета вот сейчас? Потому что капитализм не работает. Англичане очень чопорные и постоянно пьют чай. Ну, постоянно пьют чай, мне кажется, русские тоже. Мы больше, кстати, пьем чай, чем англичане. Ну, это какой-то вопрос, я не могу это сравнивать. В моей семье только мама пьет чай. Я не пью чай. Я не чайный. Я вот недавно была в Татарстане. В Татарстане недавно. Я тебе скажу, у нас пьют чай намного больше. С кумысом, со всеми там, да, нет, нет. Ну, чайные нации, да, как и русские. Англичане вызывающе одеваются. Ну, это очень общее. Человек, наверное, видел улицу Карнаби в Лондоне, да, в 70-х или 60-х, когда все там и смотрели фильм, где этот, The Spy, The Spy главный, вот где оу, как и все думают, что вот они такие. Панки, это было у нас. Да, есть какие-то там, но и здесь тоже, здесь тоже, но это не значит, что вся страна обобщается здесь очень, очень все как-то сложно. Англичане грустные все время ходят в плохом настроении. Нет, они теперь делают вид, как будто они в отличном настроении и очень фальшиво и очень неискренно здоровятся со всеми. Здравствуйте, ой, здравствуйте, ой, здравствуйте, да, ой, а как у вас дела? Не важно, как у вас дела. Вот не важно, но я это скажу по-любому. В Америке это даже дошло до такого, что без этой формулировки дальше говорить ни о чем. то есть, hi, how are you? I'm fine, how are you? Вот что это было? Ты искренне задал мне вопрос, как у меня дела? Я сейчас тебе расскажу. С похмельем, вчера отмечали дыре, там все, да, да, а вот, вот это я, иначе не задаю этот вопрос. Русский человек не обидится, если ты не спрашиваешь, как у него дела, но он не скажет, да, нормально там все. Это что это? Есть такое британская черта stiff upper lip, то есть, полный крандец вокруг, мы сделаем вид, как будто ничего такого страшного, там мы, да, вот, можешь вот так делать, и корабль тонет, и там все, да, но это очень британское, да. Ну, раз уж мы договорились сравнивать сегодня три страны, давай посмотрим, что же наши люди знают о Соединенных Штатах Америки. В относительно образования, мне кажется, в университете это хорошая медицина, достаточно продвинутая. Американцы, они не эрудированные. Любят колу, снимать фильмы в Голливуде, всегда улыбаются. В Америке патриоты. Там все едят очень много фастфуда, и все довольно много весят. Полицейские едят много пончиков. Все мы выросли на американских фильмах, и вот все оттуда впитали. Есть такие дома, двухэтажные, без заборов, такой идеально выстриженный газон. Да-да-да. Большие семьи с собаками на машинах. В общем, немного, наверное, идеализированная картинка. Вот эти улицы, кварталы, где куча людей бездомных, у которых нет работы, и всякие, знаете, вот эта разруха, хаос, и моменты не очень приятные. Они как-то очень дорого живут, очень богато. Все, что серьезное там, это про деньги. Хорошее образование, это может быть кое-какие универы, Гарвард, MIT, там, и так далее. В целом, ужасно. Медицина очень дорогостоящая, только доступна богатым, а если у тебя этого нет, хана. Американцы не эрудированные. Вовсе нет. Это опять-таки последствия образования или вот что? Ну, они просто тупые, если честно. Опять-таки, мы говорим о каком-то планктоне. Мы говорим об обычных, простых людях, потому что мы вот... Обычные, простые американцы не знают, где Франция по отношению к Великобритании, которые удивляются, что Ирландия находится слева по карте от Великобритании, которые даже не могут назвать больше 20 штатов Соединенных Штатов Америки. И это типичный американец, который пьет колу, правильно сказал, который жрет вот эти голливудские фильмы, который думает, что они посланы богом, и что у них нет никаких проблем. Вся Америка ест пончики, слишком много пончиков, а у них очень большие проблемы из-за этого. Самые жирные города в мире первые и третьи находятся в Техасе. Хьюстон и Даллас. Это самые жирные города на планете. Одна очень умная девочка, она сказала, что все идеализировано. там все, домик, там все, и двое детей, и все, и собачка, и машинка, и все как-то вот так, как Барби. Смотрела Барби? Ну вот, я 20 минут, вы меня уже точнили от этого. Мне кажется, это реклама просто была большая. Да, 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 вот достижение. Да, это не достижение. Много бездомных, в Америке очень много бездомных. Очень много бездомных. А если, я согласен с другим человеком, что вот все про деньги, это реально страна, и многие русские бы согласились с этим, что вот если ты хочешь заняться бизнесом, ну, сравнений нет. Намного проще там в Америке, вот сравнись. Ну, я бы здесь с тобой поспорила, потому что, может быть и проще с точки зрения, что общество потребления, но конкуренция выше. Да, 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 вот здесь поинтереснее, потому что здесь реально вот. Здесь нет конкуренции. Да, 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 да. Здесь интереснее, конечно. Есть такая очень интересная тема. Запад очень часто говорит о том, что они как бы выступают за интересы людей. Есть такая компания замечательная, Monsanto. Вот поднимите руку, кто слышал хоть раз такой компании. Вот эта компания, для тех, кто не знает, я смотрю, рук не так много, эта компания занимается генномодифицированными продуктами, генномодифицированным зерном, удобрениями и всем вот этим вот возможным. Секундочку, сейчас я задам тебе вопрос. В России официально президент эту компанию запретил. То есть эта компания не может выйти на российский рынок. Тогда как в Америке и в Британии она очень активно развивается. При этом я не так давно узнала, что оказывается в столовых, в которых питаются британские парламентарии, запрещено поставлять продукты с ГМО. А в магазины можно. Так как же так вообще получается? Кто же получается заботиться о здоровье и, собственно, что это происходит? Вопрос тебе как к человеку из аграрной сферы в том числе. Я считаю, что Монсанто это одна из американских компаний, вообще одна из компаний мира, которой надо предъявить геноцид. Вот. Но это американская компания, там очень большой лобби, и поэтому британцы едят, потому что у британцев особое отношение с американцами, с Америкой. Монсанто, они в 90-е годы скупили кучу биотехнических, технологических этих фирм и патентовали молекулы, чтобы как только фермер берет это зерно, которое у Монсанто, он вынужден каждый год покупать и гербициды, и пестициды, и вот это, и вот это. То есть он сидит на игле Монсанто, и Монсанто, если ферма говорит, вы знаете, я не буду покупать ваши доды, он просто создает это. Там будет неурожайность несколько лет. Да, да, это ужас, что вот в наши дни, на нашей планете такая фирма, как Монсанто еще и живет, ну, к сожалению, вот гегемона. Ну, ты понимаешь, как бы получается немного абсурдно. С одной стороны, мы видим, как западное общество борется за экологию, за правильный образ жизни, при любом, не знаю, БЛМ и все остальное выходят на улицу. Поверхностно. Поверхностно. А на самом деле наплевать на всех. То есть сами люди не задумываются о своем здоровье. Когда ты с трудом ставишь обед два раза в день на стол своей семье, потому что сложно на работе, зарплаты там мало, очень все дорого, да, и так далее, тебе не до этого думать об экологии. реально не до этого. Это то же самое, что если в 90-е годы в России они бы все сказали, все, мы за разборкой мусора, вот это вот туда, вот это туда идет, вот это туда. Все бы сказали, вы чего, ребята, я стою весь день у метро, продаю свои старые шлепанцы, а ты хочешь еще чтобы вот это? Понимаешь, о чем я говорю? Есть очень интересный момент в Америке, например, как гигантомания. Ну то есть вот если у нас ты можешь в любой момент пойти в магазин, магазин находится практически около каждого дома, то в Америке зачастую люди, я сама тому свидетель, стабильно ездят раз в неделю, закупают огромные тележки продуктов, там по одной баночке какой-нибудь газировки купить не получится, купить получится только вот упаковкой. Откуда взялась эта гигантомания вообще, вот это вот потребление? на твой взгляд? Потому что они, в принципе, создали вот эту игру, да, Кока-Кола, Пепси, вот это все, бренды, которые по всему миру, почему гигантомания? Да. Потому что больше это хорошо, это лучше. Если у тебя есть красивый, маленький домик, домик, да, с двумя спальнями, то, естественно, лучше, если у тебя будет маленький домик с двумя спальнями. А если вообще я хочу жить во дворце, то каждый американец, он бы хотел жить во дворце. Потому что это показуха. Я успешный, я, со мной получилось. Вот, да? А британец как? Моя мама, с моего детства всегда говорила, мы будем жить в таком пространстве, который нам нужно. Нам не нужно там 250 этих. Немножко вот это потребительские, то есть у них нету истории у американцев тоже, следующий момент. Поэтому все старое выкидывают, а англичане, они чтут вот это все. Они чтут, что у меня есть бабушкиные подсвечники, и эти подсвечники были у ее бабочки. И вот они у меня, например. Джон, хочу немного поговорить с тобой о личном, прежде чем мы перейдем к вопросам от наших зрителей. Вот ты в своей программе вместе с гостями очень часто разбирался, кто же такой настоящий мужчина. Джон, ну так кто же такой настоящий мужчина по-русски, по-английски и по-американски? Я считаю, что мужчина это человек, который четко понимает, кто ему нравится, то это женщина. Да. Ну, может быть, это old school, может быть, меня будут хейтить за то, что я это говорю, но я так и считаю. Даже испокон веков мы же животные. Я скорее здесь, знаешь, вот к вопросу о том, что у нас в России есть такое выражение «настоящий мужик». Настоящий мужик, да. Вот в Британии или в Америке есть такое выражение, если есть, что оно значит? Нету такого понятия. Потому что здесь настоящий мужик это в косвенном смысле даже важнее, чем настоящий мужик. Это человек, который скорее всего может быть. Я просто рисую вот эту картину. Настоящий мужик. Сибиряк. Шкаф. Ну вот, да, я уже отпадаю от него, потому что это такой человек, который, когда он машет руку, говорит, о, господи, какой у него кулак, как моя голова. Это человек, который ну добрейшего не бывает. это человек, который четко знает свои обязанности и их выполняешь перед людьми, может быть, даже перед государством, перед родиной, да, это человек, который защищает свою семью, своих детей, свою жену. Он может много пить, давайте вот, да, честно, много пить, но он настоящий мужик, но если одну стопочку или муху и все, да, ну ты же мужик, давай еще, ты же мужик, но нет. Джон, а какая она русская женщина? Меня до сих пор просто с ног шибет женственность русских женщин, насколько они, как и настоящие мужики, настоящие женщины, они понимают свое место рядом с таким человеком, семья, дети, может быть, критика перелюбливают своих детей, но это лучше, чем недолюбливают. Настоящая женщина, это забота, забота на генетическом уровне. часть гостеприимства в России, это потому, что женщины такие, обязательно надо тебе кормить, обязательно, я только что позавтракал, ну надо, Джон, еще пару блинчиков, окей, да? Джон, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Три главных качества русской души. Вера в чудо, вот, вера, что сказки, что да, они редко происходят, очень редко, потому что они же и чудо, но всегда, может быть, вот в этот раз произойдет. Также важно, мне кажется, что не делается, то есть чудо не случилось. Как? Почему? Да! То есть это отменяется, то есть ну чудо не случилось, но это же к лучшему, потому что мы верим в чудо, вот это потрясающе, это такой драйв, это такая энергия, но я точно переехал в Россию скептиком и борюсь вот с этим, какие чудо, господи, ну минус 30 и машина не начнется, не заведется. Какое здесь чудо! Какое? Ты чего вообще? А на что? Она заводится? Мимо проезжает какой-то настоящий русский мужик на копейке, он остановится и заведет твою машину. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Я не могу привыкнуть к знанию обычного человека в России, знанию названия всяких медикаментов. Это что-то такое, и это не просто аспирин или парацетамол, это какие-то препараты, которые дают онкологам при какой-то там это. Я говорю, откуда ты это знаешь? И ты хочешь, ты думаешь, что мне это надо? Он говорит, ну у тебя там что-то вот это. Я говорю, то есть русский человек, как только ты говоришь, что там у тебя что-то, начинает тебе предложить вот это. Не привыкну. Я никогда не привыкал, но уже этого нет. Ты можешь ходить по улице и прямо вообще отдаленно от всего остального, от реальности стоит пустая бутылка пива. Пустышка. Просто вот так. То есть вот этот момент, что можно было просто поставить, потому что в советское время кто-то бы тут же его забирал и отвез бы за пять копеек или там в этот, да? То есть это очень долго умирала вот эта привычка. Чему еще не можешь привыкнуть никак? Я все-таки солнечный. Я родился в Майами, четыре года вообще не знал, что такое снег, да? Я с трудом привыкаю к холоду. Я не хочу привыкать вот к этому, поэтому... Да-да-да, придется, придется. Куда ты денешься в подводной лодке? Вот так и есть. Вот это тоже я бы добавил к своему вот этому вере в чудо и так далее. Куда ты денешься в подводной лодке? Вот это тоже. Что русскому нужно для счастья? Ну, мне кажется, что вот эта вера в чудо это очень важно, поэтому я бы сказал, что это нужно для счастья. Любимое дело и, скорее всего, сплотненная семья. Здесь вот это семейное, вот и бабушка там, и дедушка там, и так далее, это очень заманчиво, это очень приятно, очень красиво. Вот у меня этого не было. Джон, но так как у нас сегодня паблик ток, открытое интервью, поэтому мы с тобой переходим к общению с нашими дорогими зрителями, и прямо сейчас наши гости будут задавать тебе вопросы. Джон, скажите, пожалуйста, ваше любимое русское блюдо? Сейчас, в данный момент, бабушкины блинчики, вот. С гучонкой? Нет, 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 я больше люблю там с соленой копченой рыбой, там со сметанкой. Я обожаю гречку, я не дружу с укропом. Просто очень многие иностранцы ненавидят укроп, и не могут его манять. Да правильно, потому что он везде, и ты заказываешь себе омлет, во-первых, придет какой-то там с молоком, запеканка, это не омлет, вот это вообще ужас, и ковер, вот зеленый, я говорю, а где омлет? Я до сих пор, я могу быть в кафе, и я читаю тщательно, я говорю, окей, салат, так, 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 ну нет укропа, все, заказываю салат, приносит с укропом, я говорю, вы так тщательно записали каждый ингредиент, а вот вы забыли, вы забыли укроп, как это может быть? Есть такая русская примета, Бог любит троицу, а прожив 32 года в России, вы стали верить в приметы, как у любой практически русский человек? 32 года в России, и 32 года мне говорят, не свистить, Джон, денег не будет. Ну, я же говорю, во-первых, я умею очень круто свистеть. Мы не сомневаемся, но не свистеть. Здравствуйте, Джон. Здравствуйте. Меня зовут Анна, у меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, какой вы спорт любите, а какой терпеть не можете? Я не дам соврать, Вика, которая здесь стоит, я не люблю спорт. Вернее, я люблю спорт, когда это командные игры. Я всю жизнь, все детство играл и в футбол, и крикет, и регби, и даже водное поло, и так далее. И суть для меня, спорт, это когда есть какая-то игра. И просто бегать по дорожке в спортзале, ну, я не могу себе заставить, но это же не игра, это просто выглядит глупо. Вы сказали, что за годы проживания в России у вас появилась некая семья и близкие ваши. Я хотела узнать, а как наоборот, вот от обратного, как складываются отношения вашей семьи и ваших близких с Англией, и в том числе с вашими английскими родственниками? Есть какие-то сложности в этом? Мама, конечно, скорее всего, никогда не простит то, что когда мне было 22 года, я смылся и не возвращался. Ну, не вернулся, скажем так, и не вернусь. Это то же самое с ее братом случилось. Он объявил уже моей бабушке, когда он окончил университет, что он уезжает в Австралию. Но они знают, откуда я. То есть они очень много знают про Россию, больше, чем обычный такой англичанин. И мама понимает, почему я здесь. Я потерял очень много друзей. Мы не общаемся. Мы померимся. То есть это тоже не обсуждается. Но в данный момент с ним разговаривать, с ними разговаривать, ну, невозможно. Они же знают, что я не дам хай от России. Вот. Ты можешь сказать, что угодно, но вот это запрещенный прием. А как вам у нас подготовка и атмосфера Нового Года относительно Рождества у вас? Самое лучшее место отмечать Новый Год на планете, я считаю, что это Россия. Ну, или приближенный к ней. Праздник, соответствующая погода. В Англии праздник всегда на 25 декабря, на Рождество, и уже как-то сил нет, пороха больше нет на Новый Год. Что-то там как-то... Это не семейный праздник. Вообще, страна чудо. Вот у вас там два Нового Года. Да? Старый Новый Год еще. Это потрясающе. Там далеко-далеко есть земля. Там Новый Год, ты не поверишь, там Новый Год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что я бы не видел сам, я бы не поверил, что бывает столько снега. Что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Спасибо большое. Джон, спасибо тебе огромное за то, что ты провел сегодняшний день с нами. Было круто. Спасибо тебе. Спасибо тебе за этот паблик-ток. Спасибо огромное. Это проект «Мы и они на выставке». Я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. и мы все читаем. Ну и, конечно, подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм-канал, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok